Ребят, всем привет! С вами Елена Литвинова и в текущем видео я бы хотела представить вам новый бренд от моего канала. На самом деле я ввела его уже, ну не только что, а он уже какое-то время появился на моем канале, но мне бы хотелось сделать это официально и как-то представить вам, что было создано. В общем, различные обложки, обложки на все видео и также небольшие брендинг вещи, наподобие подписаться, интро, аутро, я заказываю дизайнера, я еще раз это сделала, заказала, да, некоторый брендинг, то есть хотела что-то обновить и сделать что-то по-новому и решила попробовать. В остальном делаю все сама, в плане редактирования видео, вставления, скажем, этих всех вставок, перебивок и прочих вещей, но давайте мы с вами, в общем, погрузимся в новый вот этот бренд и что было сделано. Если вы заводите YouTube канал, то вам нужна обложка на канал, то есть вот такая большая этот баннер. И самое важное соблюдать определенные пропорции, по которому вы это все создаете. В прошлом когда-то я сначала, когда только-только заводила YouTube канал, я рисовала все сама. В общем, сначала первой версии я рисовала сама, это вообще было даже, по-моему, не связано с своей разработкой, я просто изучала тогда Adobe Stock и иллюстрацию, то есть я даже училась рисовать в Adobe Illustrator. И я немножко фиксила там какие-то вещи на Adobe Stock скачивала, там покупала и потом немножко тогда фиксивала. Потом я поняла, что Adobe не очень круто использовать, потому что там есть покрытие. Сколько человек могут это посмотреть? И на YouTube там, в общем, до 500 тысяч. У меня ни одно видео еще не покрывало так много. Но смысл в том, что нельзя использовать для видео, если вдруг, да. Потому что можно потом иметь, допустим, проблемы с авторским правом. Я относила, ну, в принципе, отношусь к этому серьезно. И поэтому, скажем, я не стала оттуда так, чтобы прям брать это все. И потом я изменила обложку, то есть я как раз училась иллюстрировать, то есть рисовать иллюстрации. И в какой-то момент я положила такой рабочий стол с компьютером, то есть это была моя иллюстрация, которую я рисовала. Ну, а потом я решила найти в какой-то момент дизайнера. То есть некоторые обложки я, в принципе, даже сама рисовала, там в Procreate я еще училась. Но я поняла, что на это уходит реально какое-то время. То есть создаешь там видео, и мне хотелось как-то, ну, не знаю, самое главное видео, это, наверное, контент. И все остальное мне хотелось оптимизировать. Но делать это как можно быстрее. Поэтому я практически очень мало монтирую видео, скажем, как сказать. То есть я не слишком упарываюсь там в несколько записей там делать или еще что-то. А, например, записываю, и потом, можно сказать, первая версия, она выходит на экран телевизору. Потом я, собственно, нашла дизайнера, который делает очень... Ну, мне очень понравились обложки, которые делает этот человек. Я закончила тогда курс YouTube, и там вот одна девушка, она в этой индустрии была. И мне понравились ее обложки. Я спросила, а ты сама такое рисуешь, в общем? И она мне просто порекомендовала дизайнера. И я потом спросила, а можно мне тоже что-нибудь нарисовать классно? И после этого обложки на моем канале и вот эти всякие перебивки, небольшие вставочки, обложки для видео создает дизайнер. И, ну вот, недавно я попросила вновь обновить, потому что мне вот захотелось. И давайте, что было также создано. Во-первых, когда я начинаю свое видео, обычно я делю их на три части. То есть у меня есть introduction, то есть введение, основная часть здесь что-то рассказываю и заключение. И в самом начале обычно я говорю там, всем привет, с вами Елена Литвинова. И я показываю свое имя и свой тайтл. Ну, чтобы как бы для понимания, да, кажется, это классно. И обычно, когда вы видите какую-то презентацию или что-то в этом роде, всегда есть какое-то начальное представление. И у меня оно вот такое. Еще, ну, собственно, когда вы создаете YouTube-канал, мы покрыли обложку. Еще есть значок, то есть твоя маленькая фотография в чем-то. То есть здесь тоже создано. У меня два канала, то есть у меня русский канал и английский канал. И на самом деле они практически... Я тогда попросила, можно их немножко там различить, там какие-нибудь градации цветов сделать. Но дизайнер делал все примерно в одних оттенках голубых. Там реально небольшие различия, типа английского, русского канала. А вот это градация голубого. Ну, в общем, вот вы стартуете YouTube-канал, у вас есть ковер, у вас есть значок. Ну, а потом начинается видео с вот этими делениями. А после того, как я вступаю, собственно, показывается мое имя, я говорю там, не забываем подписываться, ставить колокольчики, пальчики вверх. До этого у меня было просто не забываем подписываться, ставить колокольчики. Потому что мне казалось, что в самом начале как-то, ну, странно просить людей, допустим, поставить палец вверх, если вы еще не посмотрели видео. Но потом я как-то забила на это и решила, да пофиг. Ну, в общем, на самом деле я просто заказала это у дизайнера, он сделал так, и я думаю, да и отлично, нормально. Так, в общем, с колокольчиками, да, разобрались. Потом, что идет потом? Потом, так как у меня есть деление на introduction, на основную часть и заключение, то я, скажем, делаю такую перебивку, она называется intro. Иногда я вставляю в самое начало видео, иногда вот как раз после заключения вводной части, когда вводной части я обычно там представляюсь и рассказываю, что мы будем делать. Вот, и происходит интро, то есть оно у меня опять новое. Та-дам! Кстати, на интро представлено, что я software engineer, что я основатель вебаларт, вот этого вот направления. Кстати, почему вебаларт? Это the art of web development, то есть искусство веб-разработки. И это сокращение, то есть веб – это всемирная паутина, l – это две буквы моего имени, и art – это, соответственно, ад или как там, искусство. Вот, то есть вебаларт. Поэтому я решил выбрать такие домены. Если что, вот я сейчас живу в Англии, и обычно, когда я пытаюсь объяснить людям, в общем, знаете, вот вебаларт, они вообще не очень понимают, о чем это. Здесь очень любят домены, они могут быть очень длинными, но там, например, написаны слова the shop of flowers, да, то есть прям предложение какое-нибудь. Вот здесь как раз вот любят такое. Но у меня вот такое, я любила почему-то небольшие названия, знаете, как Facebook, но Facebook – это тоже слово, да, Facebook. Но, в общем, я решила оставить пока, пока что все это дело, и вот такое у меня интро. Собственно, после того, как проходит интро, еще бывают такие перебивки в видео, которые тоже вставляются. Например, вы объясняете что-то, либо вы там отошли, либо у вас какая-то, ну, есть деление контента, и можно их вставлять. Есть одна такая смахивающаяся, а вторая просто MP4, такая с ровными концами, без каких-то анимационных эффектов. Что идет дальше? Ну, опять там подписаться где-то бывает, да. Социальные сети не делала в этот раз, у меня есть социальная сеть Telegram, на которую можно подписаться. И, ну, у меня есть также Instagram и прочее. Ладно, это чуть-чуть попозже я введу. Что идет дальше? Обычно, когда начинается заключение, я обычно тогда вставляю, кстати, вот эту перебивку, не часто делаю это внутри видео, обычно где-то там ближе к концу. И вновь там тоже подписаться, вот это все. И самая последняя часть, которая... Опять скорая. Знаете, я до этого записывала на английский YouTube то же самое видео, и там не было ни одной скорой. Сейчас я начала записывать на русский канал, и вот опять у нас скорые едут. По пустой дороге, стопудово. Ну, в общем, едем дальше. И у меня есть еще это Outro. То есть это, когда видео заканчивается, обычно можно положить самое популярное видео, либо там, ну, самое новое видео. Ну, то есть на что пользователь может дальше кликнуть, если понравился контент, и ему хочется продолжить смотреть видео. Я тоже запрашиваю небольшой фрагмент в 15 секунд, куда эти видео можно положить. Потому что лично мне персонально не очень нравится, когда происходит закрытие контента. Ну, кажется, это нормально, но мне как-то это персонально кажется не очень прикольно. Даже дизайнер, у которого я заказываю эти обложки, ну, в смысле, вот эти все вещи, Outro, Intro, он мне в этот раз его не сделал. И я такая, о чем мы забыли, что ли? Он говорит, слушайте, ну, вообще сейчас они не особо популярны. Я такая, ну, ладно, сделай, пожалуйста, я как бы это использую. Вот, и мне сделали. Что еще из интересного было сделано? То есть я обновила weblart.com. Если вы ранее заходили на него, там была платформа, где я планировала размещать курсы. Но на текущий момент я пока думаю, что они готовы к этому. Либо я это сделаю как-то самостоятельно, но не буду это прям, знаете, я вот делаю, я там работаю. Поэтому я создала просто маленькую страницу, вообще обычный HTML-файл, можно сказать, с простейшей сборкой, куда положила все свои социальные сети. И у меня есть два домена, weblart.com и weblart.ru. То есть я их в самом далеком прошлом еще покупала. Я думала, что на weblart.com у меня будет типа английская версия, оно ru-русская версия. Ну, в принципе, я сейчас так и сделала. То есть вы можете найти английскую версию и русскую версию. И в ней сосредоточены все социальные сети, которые принадлежат мне. То есть там есть мое CV и какие-то ссылочки. Также я сохранила ссылку с некоторыми примерами с YouTube. Они не все там. Ну, то есть это просто какие-то небольшие, которые вот у меня были сохранены. Но скорее визуальный эффект, чтобы там что-то посмотреть с лабораторией. Что еще? Да, все мои социальные сети. То есть это CV, это... Давайте я уже открою, чтобы выбыла... Это и CV, это два YouTube. У меня русский-английский канал. Два телеграмма. Тоже русский-английский. На английском там практически вообще нет подписчиков. И я, ну, иногда просто стараюсь там что-то писать. Типа, знаете, тренировать чат GPT. Ну, в общем, тренировать просто написание. Есть Instagram, Twitter, LinkedIn, GitHub и Donation Alerts. Я его клала, когда вела стримы. И, ну, чтобы, может быть, как-то зарабатывать на YouTube. Потому что на YouTube я не зарабатываю. У меня, кстати, здесь включена монетизация. Ну, там вообще... В общем, после того, как Google отключила Россию от рекламы, там, ну, просто, можно сказать, благотворительность. Не можно сказать, а это благотворительность. И, ну, хотя как было до рекламы, я толком не знаю. Потому что до монетизации я шла довольно долго на русском канале. То есть я примерно первый год пыталась набрать эту тысячу подписчиков. Потом, ну, как-то вот это все органически, чтобы это росло. И потом YouTube вообще работает таким образом, что в какой-то момент может выстроить какое-то видео. У меня это было видео про полифила. Сейчас там, мне кажется, 70 тысяч просмотров. И ты с этим как-то не работаешь. Это просто само как-то происходит. И ты такой вау! Вот, но вообще в социальных сетях очень важно постоянно создавать контент. То есть, когда я заканчивала даже курсы YouTube, там говорили два видео в неделю. Но у меня не очень это получается. Но у меня была такая идея, может быть, как-то так, ну, научиться, знаете, просто быстро снимать, значит. Но пока нет. И вся аудитория, которая у меня на YouTube, что на русском, что на английском, она органическая. То есть, не было там никакой рекламы. И я как-то пробовала, я думала, ну, там, знаете, сейчас я порекламирую и вообще будет. И я немножко пробовала от Facebook рекламу. И, ну, чтобы вы понимали, там, наверное, пришло, мне кажется, самая удачная реклама была, пришло 100 человек. И это был просто настолько максимум. И я подумала, что что-то это не то вообще. Так, ну, в общем, опять поехали. Про что рассказывала? Да, наверное, предоход. Ну, в общем, здесь не очень много на YouTube. По крайней мере, у меня контент не набирает достаточно средств. Это все можно менять. У меня как-то были предложения по рекламе. Но мне сложно, наверное, рекламировать, когда я не знаю продукты. Я даже пробовала в Telegram сначала как-то это делать. Но, и в принципе, я даже плату не брала, потому что мне казалось, что важно, ну, если тебе что-то нравится, ты можешь это пошарить. В общем, какой-то не очень правильный подход, мне кажется. И что еще? Ну, почему-то я продолжаю вести этот YouTube-канал, потому что у меня неплохо получается, мне кажется, и довольно круто. И иногда это успокаивает немножко монтирование видео и в целом, ну, какое-то переключение. Хотя затрачивается довольно-таки много энергии, поэтому donation alerts, как говорится. Вот. И да, на текущий момент у меня нет предложения курсов, консультаций и другого типа услуг. То есть, в целом, я так и никогда не предлагала курсы. Я пыталась запустить в прошлом. Но у меня тогда пришел буквально там один человек, ну, скажем, заявил желание. И я тогда решила, что, наверное, пока не готова ничего. Ну, в смысле, не готова вести для одного человека курс. И тогда я отказалась и решила вести YouTube. То есть, это для более большого круга лиц. Вот. Консультации. Я помню, мне несколько раз спрашивали, могу ли я там помочь. И я помню, может, раза два, три, может, там четыре максимум. Я что-то объясняла. И иногда это было даже бесплатно. Иногда мне кто-то мог там пересылать сколько-то средств. Вот. И на текущий момент я, наверное, пока не предлагаю консультации. То есть, в принципе, больше мне так особо про них и не пишут, если только в комментариях. Можно там проконсультироваться и прочее. На текущий момент пока нет, у меня только видео. Но и другого типа услуги, какой-либо сервис и прочее, прочее, прочее я не предлагаю. То есть, я никому не пишу, не говорю, так, вот здесь у меня новая услуга. Этого от моего имени нет. И, кстати, это предложение я добавила, знаете, почему? Потому что мне однажды под видео написали, хватит, Елена, уважаемая Елена Литвинова, хватит нам писать. Мне писать, я не интересуюсь в вашем сервисе. И я тогда подумала, ну я же вроде никому не пишу. И я решила, что это хейт или что-то в этом роде. Я тогда удалила это сообщение. Но почему-то подумала, вдруг есть какие-то люди, которые это делают за меня. Поэтому официально я ничего не предлагаю. Никаких курсов, консультаций и прочего. Вот прям нет-нет. Да? На текущий момент. Если что-то изменится, я сообщу об этом на своем YouTube-канале, в Telegram-канале. В общем, вот мои официальные ссылочки. Где-то там я сообщу. Вот. Что еще? Да, есть две версии сайта. То есть weblar.com и .ru. То есть мои домены. То есть русский для русского, com для английского. И социальные сети там тоже в целом освещены. Их у меня довольно много. Кстати, недавно на LinkedIn смогла подтвердить свой аккаунт. То есть у меня теперь там галочка даже есть. Это было немножко сложно сделать, потому что там нужен паспорт для подтверждения. И они не принимают русские. У меня есть только русский загранпаспорт. И сейчас я живу в Англии. У меня здесь permit resident. То есть я квалифицированный работник, skilled worker. Но это как виза. Такая довольно длительного периода. Но это не паспорт. Но она заменяет, кстати, здесь паспорт для иммигрантов. И, но это не паспорт. Вот. И я пробовала тогда с ним что-то сделать, но не получилось. Из плюсов, что сейчас я начала новую работу в Англии вновь. Возможно, я сниму видео отдельное. Компания T-PALTI, то есть это финтех. Я смогла подтвердить LinkedIn аккаунт через домен. Ну, рабочую почту от моей новой работы. Ну, то есть я вчера зашла такая, в общем, такая. О, ну, типа, решила опять попробовать подтвердить. Вдруг там что-то изменилось. Я смотрю, что есть две опции теперь. Я такая думаю, вау, как круто. И, в общем, смогла подтвердить. Что еще интересного? Ну, в общем, это все. Вот у меня новый бренд. Вот такая AI, повзрослевшая Елена, скажем. Еще, не знаю, возможно, я это говорила уже, возможно, нет. Мне напоминает это девочку из Horizon. То есть одна из моих любимых игр. Я не очень большой игроман, но когда я играю, я могу проходить какие-то игры до конца. И одна из моих любимых игр это Horizon на Sony PlayStation. И там есть алоэ, и почему-то вот мне вот эта девочка напоминает алоэ немного. И просто у нее там вот эти шнуры, наверное, когда она открывает на различные, как их котлы называется. Вот как-то это вот выглядит как котел из игры в алоэ. И у меня такая ассоциация произошла. В общем, наверное, все рассказала, все ввела. Я вижу, что уже получилось там достаточно времени опять. В общем, с вами была Елена Литвинова, software engineer. Уже 13 лет я работаю в своей профессии. У меня, кстати, я по образованию мастер, магистр. Магистр прикладной информатики в аналитической экономике. Изучали и программирование, и экономику. Вот, также я основатель вебл-арт. То есть в основном это вот YouTube самая такая основная деятельность. Я Google Developer Expert в вебе с 2013 года. Тьфу-та, 2023 года. С июня-июля там где-то. Вот, примерно вот так. Да, кстати, еще по поводу вебл-арт. Здесь есть еще ссылочка с несколькими примерами моими на YouTube. Вот, и вы тоже можете их покликать. Они были на прошлом веб-сайте, так как я его сейчас, скажем, закрыла. То, в общем, у меня теперь такая страничка. В общем, на этом все. Я надеюсь, видео было познавательным, интересным. В общем, новый бренд приветствуем. С вами была Елена Литвинова. Всем пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok